Лиза взволнованно бежала по улицам. Был тот час воскресного дня, когда счастливцы везут по Арбату со Смоленского рынка матрасы и комодики. Молодожены и советские середняки – главные покупатели пружинных матрасов. Они везут их стоймя и обнимают обеими руками. Да как им не обнимать голубую, в лоснящихся мордастых цветочках основу своего счастья? Граждане, уважайте пружинный матрас в голубых цветочках. Это семейный очаг. Альфа и омега меблировки. Общее и целое домашнего уюта. Любовная база. Отец примуса. Как сладко спать под демократический звон его пружин. Какие сладкие сны видит человек, засыпающий на его голубой дерюге. Каким уважением пользуется каждый матраса владелец. Человек, лишенный матраса, жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены. Знакомые не занимают ему денег до среды. Шоферы такси посылают ему в догонку оскорбительные слова, а девушки смеются над ним. Они не любят идеалистов. Человек, лишенный матраса, большей частью пишет стихи. Под мягкий звон часов буре, приятно отдыхать в качалке. Снежинки вьются на дворе, и как мечты летают галки. Пишет он эти стихи за высокой конторкой телеграфа, задерживая деловых матрасов владельцев, пришедших отправлять телеграммы. Матрас ломает человеческую жизнь. В его обивке и пружинах таится какая-то сила, притягательная и до сих пор неисследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. Приходят финагент и девушки. Они хотят дружить с матрасовладельцами. Финагент делает это в целях фискальных, преследующих государственную пользу, а девушки бескорыстно повинуясь законам природы. Начинается цветение молодости. Финагент, собравший налог, как пчела собирает весеннюю взятку, с радостным гудом улетает свой участковый улей. А отхлынувших девушек заменяет жена и примус ювель номер один. Матрас ненасытен. Он требует жертвоприношений. По ночам он издает звон падающего меча. Ему нужна этажерка. Ему нужен стол на голубых тумбах. Лязгая пружинами, он требует занавесей, портьер и кухонной посуды. Он толкает человека и говорит ему. Пойди и купи рубль и качалку. Мне стыдно за тебя, человек. У тебя до сих пор нет ковра. Работай. Я скоро принесу тебе детей. Тебе нужны деньги на пеленки и колясочку. Матрас все помнит и все делает по-своему. Даже поэт не может избежать общей участи. Он везет с ухаревского рынка матрас, с ужасом прижимаясь к его мягкому брюху. Я сломаю твое упорство, поэт, говорит матрас. Тебе уже не надо будет бегать на телеграф писать стихи. Да и вообще, стоит ли их писать? Служи, и сальдо будет всегда в твою пользу. Подумай о жене и о детях. А у меня нет жены, кричит поэт, отшатываясь от пружинного учителя. Она будет. Я не поручусь, что это будет самая красивая девушка на земле. Я не знаю даже, будет ли она добра. Приготовься ко всему. У тебя родятся дети. Я не люблю детей. Ты полюбишь их. Вы пугаете меня, гражданин матрас? Молчи, дурак. Ты не знаешь всего. Ты еще возьмешь в мост древе кредит на мебель. Я убью тебя, матрас. Щенок, если ты осмелишься это сделать, соседи донесут на тебя в домоуправление. И так каждое воскресенье под радостный звон матрасов циркулируют по Москве счастливцы.